МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Иванович, расскажите, в чем заключается основная специфика профессии следователя и как вы пришли в эту профессию? Еще обучаясь в средней школе, меня крайне привлекала эта профессия и вообще служба в милиции. Возможность приносить пользу людям, служить государству ежечасно, получать удовольствие от этой службы, привлекательно для многих, в том числе и для меня. И поступил в школу милиции после окончания школы Белгородской области, окончил эту школу и, несмотря на то, что очень хотел все время служить в следствии, не попал сразу в следствие, потому что сложно было попасть, большой был конкурс, пришлось более полугода ждать освобождения должности. Но так как было большое желание, меня на службу все-таки приняли в 98-м году, и ни на секунду с тех пор я об этом не пожалел. А как вы оказались в Ярославской области? Я служил в Белгородской области, находился в резерве на вышестоящую руководящую должность. И, соответственно, по решению министра внутренних дел был направлен в 2014 году Ярославскую область возглавить следственное управление. Но в чем главная сложность работы следователя? Может быть, сложный график работы или какие-то другие трудности? Когда человек искренне хочет этого, никаких сложностей нет. Это крайне интересная работа. Требует, конечно, большой отдачи сил, времени, знаний. Но, тем не менее, когда к этому стремишься, то получаешь постоянно удовольствие от этой службы. И большинство наших коллег не жалеют о том, что попали в следствие. И с удовольствием эту работу продолжают ежедневно. А много ли женщин в вашем коллективе? На сегодняшний день можно смело сказать, что у следствия женское лицо. Потому что у нас 75% сотрудников это женщины. Если численно сказать, то это 290 сотрудниц, следователей. А обычный человек может прийти в полицию и заявить о том, что он хочет стать следователем? Либо этого недостаточно одного только желания? Конечно же, есть определенные требования, как и ко всем сотрудникам органов внутренних дел. Помимо этого, следователь – это должность офицерская, в связи с чем необходимо иметь высшее юридическое образование. И, к слову сказать, на сегодняшний день у нас есть уникальная возможность принять несколько следователей на службу. Для этого нужно быть гражданином России, еще раз повторюсь, иметь высшее юридическое образование, возраст до 35 лет. Пройти определенное медицинское обследование, психофизиологические тесты сдать. Ну, вполне это все проходимо, ничего сложного здесь нет. И, соответственно, поступить на службу, пройти испытательный срок от 3 до 6 месяцев, обучиться в учебном центре и, получив первое офицерское звание, уже можно рассчитывать на зарплату порядка 35 тысяч рублей только сначала. Андрей Иванович, вы сказали о том, что ни на секунду, ни на минуту не пожалели о своем профессиональном выборе. Чем именно вас так цепляет ваша профессия, чем так интересно уже в течение стольких лет? Это кропотливая работа, которая позволяет, как я бы сказал, собирать пазлы. Получив минимальное количество информации, путем применения своих знаний, правильной организации взаимодействия других служб, подразделений, ведомств, которые помогают в раскрытии преступлений, осуществлять добычу новых доказательств, проводить экспертизы, выезжать в командировки, получать новые знания у людей, которые являются лучшими специалистами в своих областях. И таким образом воссоздавать картину преступлений, доказывать вину или невиновность определенных лиц и получать возможность направить дело в суд, увидеть приговор, это дорогого стоит. Андрей Иванович, уже перейдем именно к сущности вашей работы. Не так давно на брифинге МВД нам сообщили о том, что появился новый вид мошенничества, злоумышленники звонят с определенных телефонов, которые абсолютно идентичны тем телефонам, которые им обладают кредитной организацией, и хитроумным способом выманивают реквизиты банковских карт. Действительно это так? Такое продолжается и в Ярославской области в том числе? Ну, скажем, если говорить именно о тех примерах, которые упоминались на недавнем брифинге, то таких фактов было 49 в течение двух недель. На сегодняшние, вот последние дни, таких регистраций именно не было. Но действительно, путем определенных услуг у коммерческих организаций, предоставляющих услуги связи, злоумышленникам удалось сделать номера, которые дублируют номера определенного банка и указаны на картах, как телефоны для горячей линии для звонков из-за рубежа. Таким образом, они создавали видимость, что звонит сотрудник банка. При этом, по одной из наших версий, была утечка информации из самого банка, потому что звонившие называли даже держателей карт по имени-отчеству и владели, скажем, из 16 цифр на карте первыми четырьмя и последними четырьмя цифрами. Таким образом, ну скажем, невозможно было вообще понять, что это не сотрудники банка, так как объем информации, называемый звонившим, был предостаточный. В связи с чем, конечно, хотелось бы еще раз предупредить наших жителей о том, что все-таки сотрудники безопасности банка, на мой взгляд, не звонят клиентам инициативно. Поэтому настороженность должен вызывать уже любой звонок от человека, который представляется сотрудником банка, безопасности банка, кем бы то ни было еще, и пытается любые сведения по вашей карте получить. То есть такой разговор даже не следует продолжать? Я полагаю, да. Ну если, конечно, интересно, так скажем, поиграть в сотрудника, можно включить на запись разговор, чтобы потом представить образцы голоса для сотрудников и облегчить возможность последующей поимки такого преступника. В полицию стоит ли обращаться после такого звонка? В обязательном порядке стоит обращаться, потому что мы регистрируем все обращения, даже если и не наступило последствия в виде изъятия денег или имущества у граждан. А проверку нужно проводить, чтобы мы понимали истинную картину, количество таких попыток. И, конечно же, из каждой этой попытки можно покрупиться, собрать доказательства, которые в целом в дальнейшем позволят и заключить виновных. А кто чаще всего попадается на удочку злоумышленников? Есть какая-то статистика? Вы знаете, мы, конечно, статистику ведем, но на сегодняшний момент очень много разных способов, поэтому фактически уже преступники под все категории граждан подобрали подходы. Вот если говорить о том способе, о котором мы упоминали, абсолютно разный спектр. Есть и пенсионеры, и молодежь, и средний возраст, и рабочие, и нерабочие, и мужчины, и женщины. Ну, при таком подходе, как был в этих случаях, я еще раз говорю, что не вызывало абсолютно подозрений у людей. Поэтому любой мог бы попасться на удочку, кто конкретно с этим не сталкивается постоянно. О чем всегда мы должны помнить, когда получаем такой звонок? Что должно в первую очередь насторожить? Сам факт, сам по себе или определенные вопросы со стороны собеседника? Я бы сказал, сам звонок должен насторожить. Если вам звонят без вашей инициативы и о чем-то пытаются предупредить, и, как правило, начинают с того, что не забудьте, что мошенники постоянно будут вас пытаться обмануть, таким образом втираясь в доверие, это уже само по себе должно вызывать опасения и фактически давать человеку понять, что звонят преступники. Реванш, я благодарю вас за интересную беседу. И напомню, сегодня у нас в гостях был заместитель начальника УМВД России по Ярославской области Андрей Мешков. Это был проект «В тему». В студии работал Александр Панкратов. Оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова